МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большие хлопья парафинообразного вещества обнаружены в топливном баке после заправки на популярной сети АЗС. В компании заявляют, что это летняя солярка, и водители будут предупреждены. Родные Юрия Пака требуют пересмотра уголовного дела в суде. Они провели независимую голосовую экспертизу в России. Паводки в Бухажираусском районе. Рыбаки перевернулись на лодке и едва не утонули. В их спасении участвовали спасатели и солдаты. В селе Садовое провели масштабное командно-штабное учение. Рыбаки случайно перевернулись на лодке во время паводка, стали тонуть, выдвинулись туда на лодках уже спасатели и их спасали. Большие хлопья парафино вместе с дизельным топливом получили автомобилисты Караганды после заправки на АЗС крупного холдинга «Газпромнефть-Казахстан». По меньшей мере две автомашины пострадали от некачественного топлива. Огромные куски парафинообразного вещества без труда можно разглядеть в топливном баке. Олжас Рыскулов перед рейсом по привычке заехал на автозаправочную станцию компании «Газпромнефть-Казахстан». По привычке заправился дизельным топливом. Непонятные вещи стали твориться сразу. По его словам, заправка длится не меньше семи минут. Однако в этот раз все прошло намного быстрее. Первая мысль пришла в голову, что у них зимняя солярка продается по летней цене. По цене летней солярки. Пока дошел обратно, все, уже отсталил пистолет, то есть бак полный. Все, рассчитались, взял чек, выхожу, машина молчит. Заглушено. Сел заводить, не заводится машина. Все, и вот на протяжении двух часов я ее мычил, она никак не схватывает. Слили солярку с бака, ну там, мягко говоря, кисель. По словам Олжаса, все дело в фильтрах, которые должны стоять на выходе топлива из колонки. Такого же мнения придерживается Игорь Ким. Его автомашина также стала жертвой некачественной солярки. Когда солярку летнюю заливаете в такую температуру, как бы минус 4, минус 5, она должна медленно литься, потому что фильтрующий элемент подзамерзает, подсхватывается. Он не должен пропускать ни парафин, потому что там образуется на фильтре, ничего. Она залилась, как бензин моментально. Пока расплачивались, на 20 тысяч у меня уже заправилось. Я обычно, если на 20 тысяч заправлялся, то я успевал расплачиваться, постоять, обойти машину, по телефону поговорить, минут 10 она точно заправлялась. А тут буквально 2 минуты. Ну, видимо, либо фильтра не стоят в колонке, либо их как-то испортили, что ли, я не знаю. Водители немедленно потребовали объяснений от руководителей заправки. Однако сотрудники заявили, что разговаривать будут только после проведения экспертизы. С журналистами менеджеры Карагандинской АЗС общаться отказались на отрез. А вот в головном алматинском офисе пояснили, что в Караганду поставляется только летнее топливо, которое и кристаллизуется на морозе. В связи с тем, что температура в городе Караганда достигает порядка минус 5 и ниже градусов по Цельсию, оператор сети АЗС «Газпромнефть» предупреждает еще раз клиентов о том, что дизельное топливо летнее и при данной температуре это топливо может кристаллизоваться. Кроме этого, сейчас остановлена реализация дизельного топлива в городе Караганда и отобраны пробы. В головном офисе заявляют, что всех клиентов предупреждают о том, что солярка летняя. Вот только до 8 марта ни Игорь Ким, ни Олжас Рыскулов не испытывали таких проблем. Так почему же именно в этот раз топливная система автомашин оказалась испорченной? Пострадавшие водители намерены требовать возмещения ущерба. Это не только стоимость топлива, но и расходы на очистку топливной системы. Андрей Тен, Жакслык Нуртай, Баужан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Пожар на медиплавильном заводе в Жасказгане. Видео с подобным описанием не на шутку перепугал жителей области. Кадры жутко коптящего завода сняли очевидцы. При службе Казахмыса людей успокоили. Выброс технологических газов произошел не из-за возгорания. Всему виной стал скопившийся мазот. К счастью, жертв и пострадавших нет. Это кадры с места происшествия. Медиплавильный завод, окутанный клубами газа, обеспокоил жителей Жасказгана. Однако в Казахмысе людей успокоили. По данным ведомства, никакого пожара на заводе не было. Выброс газа, запечатленный на видео, произошел из-за скопления мазута внутри печи. При растопке мазут стал сильно коптить, и вокруг предприятия образовался смог. Устранить последствия удалось собственными силами. Сейчас медиплавильный цех работает в штатном режиме. Пострадавших нет. 8 марта произошла трагедия. В этот день один из жителей Караганды убил свою мать. Преступление, предположительно, совершил 33-летний мужчина. После этого он выбросился с балкона пятого этажа. Крики женщины, доносившиеся из квартиры, услышали соседей и вызвали полицейских. Наряд полиции прибыл незаметлительно. Сотрудники правоохранительных органов стучались, но двери никто не открывал. Один из сотрудников вышел на улицу и стал просматривать окна, чтобы сориентироваться в ситуации. В этот момент сын хозяйки квартиры выбросился с балкона, рассказывают соседи. Полицейские все же попали в квартиру, где обнаружили убитую мать. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначена экспертиза. Обстоятельства выясняются. Неожиданный поворот в деле осужденного учителя физики Юрия Пака. Родные провели независимую фоноскопическую экспертизу голосов злоумышленника и осужденного в Ростовском центре судебной экспертизы в России. Согласно данным российских экспертов, голоса лжетерориста и Пака абсолютно не совпадают. Теперь адвокат заключенного намерен добиться пересмотра уголовного дела в Карагандинском областном суде. Центр есть? Города Караганда. Сум. Есть? Есть. На данный момент я хочу бомбу заквали. Именно эта злополучная аудиозапись, сделанная 14 апреля 2015 года, стала в последующем самым главным аргументом следственных органов. Полицейские и прокуроры настаивали в суде, что голос злоумышленника, сообщивший о лжеминировании ЦУМа, принадлежит именно учителю физики Юрию Паку. В качестве доказательства в суде также были представлены заключения казахстанских экспертов, которые также подтверждали идентичность голосов. Однако семья и адвокат-педагога пытались доказать обратное. С этой целью они обратились в Ростовский центр судебных экспертиз. Российским экспертам были направлены именно те аудиозаписи, которые ранее были исследованы в Казахстане. Краегольным камнем обвинения стали четыре фоноскопические экспертизы. Я не хочу касаться их достоверности, просто мы сделали запрос в российский центр судебных экспертиз в Ростове-на-Дону. На днях мы получили экспертное исследование на 114 страницах, которое категорически полностью исключает совпадение голоса злоумышленника и голоса моего мужа Юрия Пак. Комменту звонок и последующий разговор, зафиксированный 14 апреля, состоялся из разных мест. В записи присутствуют порывы ветра, птичьи крики и звуки открывания или закрывания двери. Первая часть разговора состоялась в помещении, а вторая – на улице, звонившей, согласно данным экспертов, скорее всего, азиатской национальности, долго проживающей в русскоязычной среде. Речь спонтанная и, скорее всего, является плодом алкогольного воздействия. Мы не имеем никаких ни моральных, ни материальных претензий. Мы хотим лишь одного – чтобы гражданин нашей страны не был обвинен и не сидел за преступление, которое он не совершал. Мой муж невиновен. 7 марта адвокат семьи подал заявление в областной суд с требованием пересмотра уголовного дела. В суде данный факт подтвердили, однако пока дата заседания неизвестна. Напомним, 3 октября 2016 года учитель физики Юрий Пак был приговорен к двум годам колонии по обвинению в лжетерроризме. 29 декабря прошлого года апелляционная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции. Также ранее родные обратились в Абайский районный суд, чтобы воспользоваться правом на сокращение оставшегося срока наказания на одну четвертую часть. Данное ходатайство также еще не рассмотрено. А.М. Амрина Бауржан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Несколько рыбаков перевернулись на лодке и едва не погибли во время паводка на реке Нура в Бухаржураусском районе. В их спасении были задействованы сотрудники ДЧС области и солдаты Национальной гвардии. Утопающих эвакуировали и доставили в медицинские пункты. К счастью, водолазно-спасательные работы происходили не в реальных условиях, а в рамках республиканских командно-штабных учений КУКТИМ-2017. Пострадавший принял спасательное средство. Спасатели подтягивают его к лодке и поднимают на борт. Второй пострадавший. В считанные секунды на реке Нура развернулась настоящая спецоперация. Спасатели на лодках эвакуировали утопающих и доставили их на берег. Пострадавших тут же поместили на носилки и доставили в медпункты. По словам заместителя Акима области Андрея Лепунова, тактические учения подобного характера нужны для предотвращения предстоящего паводка. Вода придет однозначно, снег будет таять. Будем пропускать ее. Вот сейчас мы уже водохранилище готовим, свободную емкость для приема этих вод. Так и будем дальше смотреть по рекам. Как только вскроются реки, у нас 17 гидропостов работает. И 17 речных гидропостов, два озерных, это на озере Балхаш. По речным гидропостам будем смотреть движение воды. Тактика специальные учения проходили в селе Садовое Бухаржираусского района. Цель тренировок – организация слаженной работы спасателей и солдат в условиях ЧАЭС при паводках. Около 300 человек оттачивали мастерство эвакуации населения и материальных ценностей. Также на реке Баймырза был подорван лед, который каждый год препятствует пропуску воды. Укладка в мешкотарами, проверили систему оповещения поселковую. Все это было задействовано реально. Ну и по ходу, все эти мероприятия, которые были проведены в этом селе, они помогут в принципе и в паводковый период. Это хорошая, наверное, помощь и для населения этого села. Готовность спасателей проверил лично Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков. Глава региона отметил, что предстоящая весна может принести населению неприятные сюрпризы. Однако, если тщательно подготовиться, трагедии можно избежать, подчеркнул Аким. Строительство ограждающих дам, расчистка русел рек для того, чтобы увеличить пропуск талой воды – это всё позволяет нам говорить о том, что в области меры приняты для того, чтобы не допустить повторения ситуации 2015 года, когда была большая вода и были у нас случаи подтопления. Напомним, ранее сообщалось, что под угрозой подтопления в нашей области находятся 172 населённых пункта. Айям Амрина, Исламбек Успан, Бауржан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. При таянии снега под угрозой будут находиться фёдоровские дачи и автомобильные дороги. Причиной этому – несогласованное складирование снежной массы. С начала зимнего периода по 5 января машины фирмы «Благоустройство» и управления парками культуры, отдыха и скверами выводили снег на территорию Фёдорского водохранилища. В связи с этим на сегодняшний день под угрозой находится чистота водохранилища, а также возможно затопление дач, автомобильные дороги и разрушение аварийных коллекторов компании «Караганды-Су». На сегодняшний день проблема решена, заявили в прокуратуре. Место для складирования снега будет подобрано другое, а нарушители привлечены к административной ответственности. В результате этих незаконных действий местных исполнительных органов создана реальная угроза у нас на сегодняшний день. Затопление, вот как вы видите, вот эту дорогу, загрязнение Фёдорского водохранилища, а также негативного влияния, оказания влияния на зелёное насаждение, находящееся в видении карагандинского лесного хозяйства. В этой связи с нами внесено представление в адрес Акима города Караганды, которое на сегодняшний день находится на рассмотрении для устранения этих наркотиков. В адрес руководства УВД города Караганды внесено представление о привлечении коммунальных служб, вывозив в это место снежную массу, виновные лица, привлеченных к административной ответственности. Продолжаем выпуск. Равенство полов означает равные права и обязанности для мужчин и женщин, как в семье, так и в управлении государством. В региональной службе коммуникаций состоялся традиционный брифинг, на котором участники обсудили новую концепцию семей и гендерной политики. Гендерное равенство как правовой статус специальный закон Казахстана определяет равные возможности мужчин и женщин на участие в общественно-политической, экономической, культурной жизни государства. Последние 10 лет в республике реализовывалась стратегия гендерного равенства. Участники брифинга в региональной службе коммуникаций заявили, что реализация стратегии прошла успешно. В стратегии также предусматривалось достижение сбалансированного участия женщин и мужчин в структурах власти, обеспечение равных возможностей для экономической независимости женщин, развитие своего бизнеса и продвижение по службе, внедрение гендерных знаний в систему образования, сохранение и укрепление репродуктивного здоровья мужчин и женщин и подростков для обеспечения нормального воспроизводства населения и повышения качества жизни. Политическая деятельность женщин этой теме уделено особое внимание. Первый заместитель председателя областного филиала партии Нуратан Кадиша Успанова рассказал об увеличении количества женщин в представительских органах власти. Задача, которая стояла перед нами и перед школой политического лидерства, это формирование кадрового резерва, продвижение, политическое и экономическое продвижение женщин на уровне принятия решений. Кроме того, вопрос стоял о создании банка идей, проектов, которые реализуются не только женщинами, но и те идеи банки, которые позволяют реализации стратегии гендерного равенства. И все же, несмотря на достигнутые успехи, имеются и недостатки. Участницы брифинга отметили, что в настоящее время в стране каждый пятый ребенок воспитывается в неполной семье. 16% от всех казахстанских семей бесплодны. Решением этих и множество других проблем призван заняться новый документ «Концепция семейной и гендерной политики» до 2030 года. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Бауржан Ермагомбетов, Первый, Карагандинский. Иман Дэхэс и Набад Тэкеллен – именно так решили назвать свой женский конкурс в поселке Уштубе. В нем приняли участие как девушки, так и представительницы старшего поколения. Целью конкурса стало духовное воспитание молодежи. Знание традиций, приготовление национальных блюд и щитю орнаментов. Из этих трех этапов состоял конкурс «Иман Дэхэс и Набад Тэкеллен» в поселке Уштубе. Такое мероприятие прошло впервые. Конкурс организовало образное управление религией при поддержке местной мечети. Конкурс проводится для девушек и бабушек. Целью его является воспитание девочек, воспитание невесток наших мам и бабушек, обучению нашим обычаям и традициям. Мольдрайт Пекова в подобных конкурсах участвует впервые. Она признала, что специально не готовилась. По ее мнению, это хорошая возможность познакомиться и подружиться с другими участницами, а также перенять опыт у взрослого поколения. Этот конкурс проводится в честь женского дня. С одной стороны, этот конкурс проводится, чтобы не забывать о народных обычаях и традициях. С другой стороны, мусульманское воспитание молодежи и взрослого поколения. Из-за этого я пришла попробовать себя здесь. Всего в конкурсе приняли участие девять женщин. Несмотря на большой опыт старшего поколения, девушки также показали хорошие результаты. Организаторы намерены сделать этот конкурс традиционным. Ахбай Ажар, Жахсалах Нуртай, Бауржанер Магамбет, Первый Карагандинский. Далее о спорте. Официально стартовал очередной сезон в рамках республиканского чемпионата по футболу среди команд высшей лиги. Свою первую игру карагандинский шахтер провел на выезде в Таразе с одноименным клубом. Итог встречи ничья 0-0. Свой первый официальный матч в новом сезоне команды начали активно. То и дело соперники простреливали ворота друг друга. На четвертой минуте Тараз заработал дальний свободный удар, который разыграли навесом в штрафную площадку карагандинцев. Однако горняки сумели выбить мяч из штрафной. Последовала быстрая контратака, но голкипер Тараза вовремя вышел из ворот. Активное начало матча от обеих команд предвещало интересную игру, но к середине первого тайма пыл команд ослаб, и опасные моменты болельщики наблюдали реже. У обеих команд не получалось довести комбинацию до удара в створ в ворот. На старте второго тайма первую красную карточку за грубую игру получил полузащитник команды хозяев, но несмотря на удаление на поле продолжилась равная борьба. В итоге ни одной из команд не удалось распечатать ворота соперника. Итог встречи 0-0. Комментируя прошедший матч, наставник шахтера Алексей Еременко отметил, что первая игра получилась лучше первых игр сезона, что бывают обычно. Я думаю, такая игра получилась лучше, чем бывают первые игры в сезоне, когда нервозность, когда ребята должны совпадать с нервами. Бывали моменты конверсионной игры, бывали моменты быстрых мотер-атак и позиционных атак. То есть у Тараза и у нас были свои шансики завершить. Так что в конце дня, если на это представить, результат закономерен. Следующий матч карагандинские футболисты проведут в воскресенье 12 марта. В Уральский шахтер встретится с местным клубом Акжаик. Андрей Тенбор, Жан Ермагометов, Первый карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49 и смотрите наши новости на сайте Кану. Всем доброго. А вам спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!